Привет, друзья! Алексей Боносвязи. Хочу ответить только что. Вот мы ждем Андрея. И есть время. Я прочитал вопрос. Вопрос был о том, что делать с их родителями. То есть это хороший вопрос и имеется в виду с родителями девушки. Во-первых, здесь существует много, насколько я знаю, существует очень много предубеждений, каких-то предрассудков по поводу того, что там надо как-то с родителями знакомиться, получать разрешение. На самом деле у родителей для того, чтобы встретиться с девушкой, да, такое может быть. Но сейчас это очень и очень редко. Опять же, все будет так, как вы этого захотите. Вот я в прошлом рассказе говорил, вот буквально вчера на барбекю, да, я говорил о том, что вы сначала поймите, не вопрос, как это у них с родителями, а что вы хотите. Если вы хотите поддерживать отношения с родителями, вы найдете девушку, которая будет более привязана к родителям. Вы хотите постоянно, не знаю, общаться с родителями, ну, поселитесь рядом с ними, и вы будете каждый день общаться с родителями. Если вы хотите общаться меньше с родителями, ну, поселитесь подальше. Вообще, такое правило я слышал среди англоязычных экспатов о том, что лучше жить два острова от ее родителей. То есть, и я считаю, в этом есть резон, потому что, может быть, вам сегодня хочется общаться с ее родителями, завтра не хочется, но, по-моему, надежно это, когда родители все-таки подальше, потому что они имеют влияние на свою дочь. И лучше их, вы не знаете, это всегда такая, знаете, неизвестная переменная, которая как-то может выплыть и так, и так. И в моем личном опыте, не знаю, может быть, как у вас, то у других, что отношения с родителями, вот они сейчас хорошие, а через неделю что-то там поменялось, и они уже что-то захотели, и что-то там не то, и все испортилось, и они могут иметь воздействие на дочку. Понимаете? Поэтому лучше, в общем-то, подальше. Я рекомендую все-таки, извиняюсь, подальше от родителей. В общем-то, но, опять же, никаких реальных требований к родителям нет. Вот пришел Андрей, сейчас они... Никаких реальных требований к родителям нет. Если вы не хотите, вы вообще можете не общаться с ее родителями. В принципе, вообще никогда. В зависимости от того, что вы хотите. В общем-то, опять же, рекомендации мои. Будьте осторожны по поводу девушек, которые слишком зависят от родителей. Если вы замечаете, это плохой знак. Если вы замечаете, что она, например, часто переписывается с родителями, постоянно им звонит, постоянно о ней говорит. То есть, это не очень хороший знак. Если она им звонит раз в неделю, это нормально. Если она им звонит каждый день, ну, я бы сказал, что это так. Может быть, каждый день это не очень хороший знак, прямо скажу. То есть, лучше выбрать более надежно, когда она... На самом деле, если говорить об идеальном варианте, то это когда она не зависит от родителей. То есть, вам не нужно, если вы берете себе жену или девушку на долгий срок, то вам не нужно какие-то неизвестные перемены из ее родителей. Понимаете? Чем меньше вы будете вовлекаться без ее родителями, тем лучше. Потому что вы не знаете, у них свои привычки и так далее. То есть, не давайте им сразу власть над вашей семьей. То есть, не вводите их особо в свою жизнь. То есть, я думаю, что помогать – это другое дело. То есть, мы помогаем родителям, я сам это предложил. Помогать, да, раз в месяц там что-то вышлите им, какую-то сумму денег, которую вы сами определите. И все. Но слишком большое общение я бы рекомендовал избегать. Наверняка есть какие-то родители, которые просто, может быть, просто хочется с ними пообщаться. И, может быть, они суперные, суперные. Но, в общем, я бы рекомендовал из общих соображений строить свою семью так, чтобы поменьше общаться с ее родителями. Поэтому, ответ на вопрос, как с ее родителями, так, как вы захотите. Опять же, мой ответ такой же остается. Вот как вы захотите, так оно и будет. Вы сначала продумайте, что вы хотите. Вы хотите с ее родителями общаться? Вы будете общаться. Не хотите подальше? Я думаю, что лучше все-таки несколько подальше. Я бы не хотел, потому что у них очень развиты семейные вот эти связи. Поэтому, если вы живете рядом с ними, ну, они могут легко приходить к вам, заходить, что-то говорить. Ну, как-то просто поселиться в доме, вот что называется. Они просто могут поселиться в вашем доме, и что вы будете потом делать. Поэтому, чтобы избежать вот таких каких-то случайностей, я бы просто рекомендовал подальше. Просто подальше. Даже на одном острове, и то это рискованно. По-моему, лучше, чтобы они жили на другом острове, чтобы они не могли вот так просто вечером. Ну, давай зайдем, проведаем их. Лучше бы этого все-таки избежать. Друзья, это все, что у меня. Время вот то, что у меня было. Сделал небольшой вам репортаж. Алексей Бу, всего хорошего. Манго Хаус, до связи.